Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Спасибо, что заглянули. Смотрите, что он делает? Какой ласковый мальчик! Как встал, подлизывает. Он обожает на мне лежать. Вчера мы вечером даже спали вместе. Я уснула, он пришёл на мне, лёг, и вдруг я проснулась, я вижу, что мне что-то очень горячо в области груди. И меховой тебе не было жарко в этот момент. Не обращайте внимания на посторонние звуки, это у меня кондиционер. Вот это шипение, это кондиционер. В общем, сейчас мне надо пойти в супермаркет, купить что-то и приготовить себе блюдо для мукбанка. Я не знаю, что это будет, в каком количестве. Все мне идеи приходят, когда я уже в супермаркете и уже выбираю. Последний мукбанк именно с брокколями, он мне настолько понравился. Это было настолько вкусно и смотрелось очень даже красиво. Не обращайте внимания, там у меня вещи, которые нужно погладить для распаковки шеи. А ещё сегодня я должна увидеться со своей подписчицей. Ну как подписчица? Уже, наверное, не подписчица, а больше, наверное, знакомая. А в дальнейшем, возможно, даже подруга. Я вам говорила, что мне немножко не хватает общения, мне хочется новых подруг, знакомых и так далее. То есть не то, что я поссорилась с кем-то из нынешних. Нет, со всеми у меня хорошие отношения. Смотрите, какой сладкий. Но хочется ещё, ещё подружек. Это Чинарочка, с которой я снимала Макдональдс. Она психолог и учительница. Преподает логику. Если вы помните, я давненько снимала с ней мукпанк и с тех пор мы с ней хотим встретиться и каждый раз что-то не получается. Вот. И сегодня, наконец-то, настал день Х, когда и у неё, и у меня получается и мы спокойно можем увидеться. А это вещи, которые нужно обязательно погладить перед примеркой, когда я буду снимать шеи. Я начала снимать, у меня был другой маникюрчик, сейчас другой. Но ничего, надеюсь, что вы это не заметите, что видео снято не сразу. В общем, всё надо погладить и померить. Делала макияж и должна вам показать, хотя многие не понимают этот фетиш, наоборот, угорают надо мной. Но у меня закончились румяна, которыми я пользовалась, наверное, где-то 8 месяцев на постоянной основе, каждый день. И всё, пустышка. Это от Golden Rose. И закончилась у меня сегодня тушь от Essence. Но у меня есть точь-точь такая, которую я могу заменить эту. А это всё отправляется в пустые баночки, декоративки. И здесь уже мне надо выбрать средства, которые я заменю. Беру из запаса вот такую тушь. А насчёт румян немножко посложнее. Наверное, от Sleek у меня есть два. Два вида румян. Возьму вот эти вот. Классные, не очень. Вот такой вот красивый оттенок румян. Это 921 оттенок от Sleek. По мне просто супер. Просто они сложно открываются и закрываются. Но, походу, можно приноровиться. Вчера вечером звонила мама. И мы где-то час с ней проговорили по телефону. Она сказала, что в ближайшее время она приедет. Возможно, через два дня, а возможно и через три. Но в течение этой недели она обязательно приедет. Я на самом деле очень привыкла жить одна. Приноровилась. Всё убираю, стираю. У меня всё по полочкам. Сегодня решила прибраться у себя и на балконе, если успею. Не могу сказать, что я расстроена тем, что приезжает мама. Но к её приходу я хочу везде убраться, чтобы у меня прям всё блестело. Блестело настолько, как не блестело никогда. Чтобы мама зашла и увидела, какая я самостоятельная. Какая я молодец, что держу квартиру в такой чистоте. Но на самом деле я чистоту соблюдаю. Просто не прям кристально чисто. Но стараюсь за собой убирать и вовремя вытирать. Я погладила фиолетовое платье с изнаночной стороны. И весь рисунок отпечатался на простыне. Хорошо, что я постерила простыню, а не стала гладить сразу на гладильной доске самой. Даже не знаю. Наверное, надо покупать отпариватель. В противном случае весь рисунок будет где-то вот здесь. Ещё не стирала. Возможно, постираю этот орнамент вообще. Исчезнет. Вот как раз-таки эти сердечки отпечатались у меня на простыне. Закончила некоторые домашние дела. Сняла для вас распаковку шеин. Всё померила. Смонтировать, к сожалению, не успела. Всё знаете почему? Потому что я залипаю в телефон. Я вот никак не могу отучить себя. Например, посмотреть ленту в инстаграме минуты так три и выйти. Или, например, я начинаю смотреть какое-то видео в ютубе. Просто ставлю его на фон, начинаю убираться. А потом вдруг я замечаю, что телефон у меня в руках. И я лежу. Вот как отучить себя от этой манеры, я даже не знаю. Я планировала переделать макияж. Но, к сожалению, я не успеваю. Уже мне надо выходить. Поэтому быстренько одеваемся. Во что попало. Прическу тоже вроде сделать нету. И котик орёт. Ну, в общем, погнали. Мы, скорее всего, пойдём в какой-то ресторанчик на торговой. Поэтому, я думаю, надо надеть какое-то платье. А вот какое, это я не знаю. Последний мой заказ. Это были тёплые вещи. Вы, наверное, уже видели это видео. Единственное платье лёгкое, это вот это. Но мне оно не очень, если честно, понравилось. Неудачная покупка. Сейчас будем думать. Вот это платье, кстати, я ни разу не носила. Было бы хорошо, если бы я смогла выгулить его. В принципе, оно просвечивает. Даже, видите, вешалку просвечивает. Но, если носить бежевое бельё, я купила специальное бельё, подходящее под вот это платье. Чтобы ничего лишнего не было видно, можно. Но просто в такую жару неохота заморачиваться. Этот наряд после покупки тоже ни разу никуда не выгуливался. Но сегодня что-то у меня настроение не такое. Настроение не под этот наряд. Оно мне немножко большое. Мне кажется, надо отдать швее и немножко уменьшить в размере. Хотя это S. Размерчик такой большой. И даже плечи не на месте. Вот это платье мне безумно нравится. Но я его носила слишком уж часто. Поэтому даже не знаю. А вот это со звёздочками, с одним открытым плечом. Я два раза надевала. И два раза на покупки квартир. Это чисто у меня для оформления, приобретения недвижимости платья. Эту красоту покупала в прошлом году. И, по-моему, ни разу не носила. Хотя очень красиво смотрится. Такой летний XS размерчик. Брала, по-моему, в Нью-Йоркере. Ну, вообще, очень нравится. Нежнятина с джинсовой юбкой смотрится просто топ. Но у меня просто сейчас столько всего нового, что до неё навряд ли в этом сезоне очередь дойдёт. Будем ждать следующее лето. Просто мега удобная юбка-шортики. Вам немножко кажется светлее. На самом деле она такая ярко-красная. Вот я сейчас смотрю в жизни, смотрю на камере. Вам кажется светлее всё это дело. Ну, просто очень удобная вещь и красиво смотрится. Но всё-таки я решила остановиться на своём любимом платье. Заказанном. Угадайте, откуда? Я, честно, очень сомневалась, когда заказала это платье. Я его взяла в XS размере. Я очень боялась. Вот самый волнительный мой заказ был. Именно из-за этого платья, что я просто не влезу. Ну, получилось просто идеально. Сейчас померю и вам покажу. Удивительный факт. Я не опаздываю. Искала полчаса, ну так, условно говоря, полчаса метро-карту. И не нашла. У меня вроде было штуки пять. Но я, наверное, за последние три месяца ни разу не гоняла на метро. А вот сегодня я в таком платьишке. И, наверное, поеду на метро. Я уже в Левсе. Никогда не думала, что буду снимать и показывать свой мусор. Но так совет вам всем. В общем, у нас есть урны, которые отдельные для мусора. Мусора и отдельные для хлеба. Я вот хлеб отделяю в отдельный пакетик. И всё кладу туда. И этот хлеб идёт на корм животным. Не выбрасывайте. Грех выбрасывать хлеб. Короче, я вернулась домой. Неудачник выглядит вот так вот. Я нарядилась, вышла на улицу. На улице такой ветер. Невозможно в этом коротком платье. И при таком ветре ходить оно поднимается. А постоянно в неудобство ходить и держать своё платье мне неохота. Так как у меня есть время, надо переодеться. В шортики желательно. Так, всё, я переоделась. У меня теперь вот такие шорты. И футболочка. Ну, хотя бы в шортах будет поудобнее гулять. Тут я не хочу запариваться. Ветер ещё набирает обороты. И мы хотели как раз-таки погулять по бульвару. А там вообще берег моря. Я представляю, в каком бы состоянии я была. Это хорошо, что я вышла из дома с запасом времени. Так, мы уже сели на месте. Если чё, этот кадр я боюсь, потому что здесь есть музыка. Хорошо. Это чинарочка. Я, кстати, в прошлом влоге спросила подписчиков. Боль, как вы думаете, с кем я встречусь? А я читала. Я читала. Там многие нурай писали. Не угадали, ребят. Это чинарочка. Так, насчёт меню. Что вам могу сказать по ценам? Мы в Кэфе Сити. Здесь, если честно, сравнительно других мест дорого. Но сейчас мы оценим вкус этих блюд. Вот такая вот огромная порция у нас Цезаря. Я пробовала здесь Цезарь достаточно давно. Было невкусно. Попробуем в этот раз. И заказали Клапси Англии с Кокошкой 3. Будем пробовать. Напиток. Это как называется напиток? Это лимонад маракуйя. О! Лимонад маракуйя. И сейчас кое-кто сделает кадр. Мы тут обсуждаем мой нос. И я чинаре говорю, что я хочу нос, как у тебя, курносый. Она говорит, что у меня заводской такой. Да, а я тут что, это у тебя красивый носик. Не нужно. Комплименты наяривают друг другу, да. Нет, у тебя такой реально, как будто ты сделала нос. Но ты не сделала. Но когда я увидела фотографию твоей мамы, я поняла, что у тебя такое. Ну все, а то я хотела вытащить фотографию детства. Я просто тебе повезла. Когда выйдет, я тебе скажу. В общем, у нас счет вышел 28.46. И здесь, оказывается, еще есть сервис. Раньше не было. Когда я в универе училась, не было. То есть, чаевые уже включены в стоимость. Это, кстати, не очень хорошо. Может, я не хочу оставлять чаевые. Почему нельзя включить стоимость? Ну, в общем, не понравилось мне это. Да. В общем, я говорю про то, что мне не понравилось здесь. И прям рядом проходит официант. И так смотрит на меня. Ну, не понравилось. Что поделать? Так, я уже дома. Очень душевно посидели. На обратном пути я хотела вам снять и показать университет, в котором я училась. Но, к сожалению, было темно. Я засняла, но, скорее всего, не включу во влог. Потому что там ничего особо не видно. Смотрите на эту подлизу. В общем, я еще забыла вам показать. Я, в общем, вышла на улицу в платье. Вижу, что задувает. Невозможно в платье ходить. Вернулась назад и со скоростью света решила переодеться. И в этот момент у меня сломался шкаф. Сейчас вам покажу. В общем, прикиньте, все повалилось на меня. Я чуть не получила сотрясение мозга, потому что, на самом деле, эти двери очень даже тяжелые. А еще у меня вот такой бардак в комнате. Везде валяются пакеты. Потому что я снимала распаковку шеина. А потом гладила эти все вещи. И все, видео уже готово. Наверное, скорее всего, сегодня вы его как раз-таки увидите. Так, это было очень-очень сложно. Очень тяжело. Но я все-таки это сделала. И вы знаете, проблема заключается в том, что вот эта штука приклеена на клей. Поэтому она туда-сюда ездит. Я думаю, что в дальнейшем тоже это все будет слазить. Надо обязательно это прикрутить. Но это не сегодня. Для этого нужна дрель. Поэтому пока что оставим так и приберемся в комнате. Все валяется. Не то, что я не заправляю свою постель. Просто я решила этот плед постирать. Пока мама с бабушкой в деревне. Пока я сплю в гостиной. И этот плед мне не нужен. Посмотрите, что делает дурачок. Дурачок! Что ты залез сюда? Дурачок! Так съесть хочется мне его съесть. Покусать мне его хочется. В общем, застелила свою кроватку. Плед гладить не стал. Ничего. Так тоже разровняется. Если вам в дальнейшем понадобится мастер по мебели, то есть что-то надо будет прикрутить, вставить и так далее, вы смело можете обращаться ко мне. Потому что я уже профи в этих делах. Починила свой шкафчик. Он уже работает отпадно. А я чувствую себя прям мужиком. Хе-хе-хей! В общем, я решила, раз уже начала заниматься шкафом, лучше уже все так разложу по местам. Вынула все, что есть в этих полках. И потихоньку начала раскладывать. На самом деле сейчас такое время года, что даже не знаю, стоит ли маечки пока что оставить. Или уже стоит убирать. Погода ведет себя немного странно. В этот день я убраться до конца. Естественно, не успела. Я устала и легла спать. Но на следующий день я продолжила. И начала с балкона, со своего. Потому что там у твиксика туалет. Очень извиняюсь за подробности. И, в общем, этот песок летит во все стороны. И сколько ни убирай балкон, он вечно в плохом состоянии. Но так как соседи видят балкон, неприятно туда выходить, заходить. И плюс я стараюсь постоянно дверь от балкона оставлять открытой, чтобы ему было удобно туда заходить и выходить. Чтобы я постоянно не заморачивалась, как дворецкий. То открой ему дверь, то закрой. Вот заполняю наполнителем его туалет. Как раз таки вы его видите. И хорошенько мою полы. Пропылесосила. Вроде как чистый. Вот поверьте мне, этой чистоты хватает буквально на 4-5 дней. Потом опять начинается то же самое. Даже не 4-5 дней. Даже меньше. Как-то так, мои хорошие. Это были моменты из моей жизни. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Всех люблю. Целую. С вами Блайка Эмили. Пока.